Как всегда, как мне работать? Дашка занимает место около компьютера. Думает, я ей сейчас видео для кошек включу. А ведь я и не включу его сейчас. Я лучше себе ролики какие-нибудь заведу. Я сейчас смотрю, кстати, сам Вэлла. Он ездит по Турции. Ну, довольно интересно смотреть, как проходит поездка. Вот. И на столе у меня, конечно, полный бардак. Тут и салон красоты. Чего тут только у меня нет. Это я каждый вечер перед тем, как садиться за компьютер, подготавливаю себе вечерний уход. И вообще вечерний уход я за лицом делаю, сидя вот здесь за своим столом. Потому что так удобнее я что-нибудь заведу, какой-нибудь ролик смотрю и занимаюсь, в общем-то. Сейчас буду делать маникюр, потому что мне нужно снимать видео, соответственно, ноготки, чтобы были у меня в порядке. Значит, сейчас я не пользуюсь какими-то лаками, такими яркими. Выбрала вот такой лак. Ну, нюдовый, можно сказать, голографик. Мне он очень нравится. Он долго держится. Но сейчас, в принципе, понимаете, огородные дела. Ну, какой маникюр может быть, в общем-то. Но все равно, если там куда-то я собираюсь, то я стараюсь все-таки маникюр сделать. Хоть пару дней он продержится, и то хорошо. И хочу вам о своем открытии рассказать. Вот у меня мазь же есть индийская, да, вот эта, Кайлаж Дживан. Я вам как-то о ней рассказывала. Она помогает от всего практически. Эта мазь как скорая помощь должна быть вообще у каждого в аптечке. Так вот, здесь состав натуральный. И я выявила очень хорошее свойство у этой, ну, даже не мази, знаете, я все-таки как-то склонна называть это кремом. Так вот, этот крем, все время забывая название, Кайлаж Дживан. Вот, да. Он очень хорошо смягчает кутикулу. Очень хорошо. Вот я сейчас буду заниматься маникюром, и после того, когда уже лак высохнет на ногтях, я на обработанную кутикулу наношу совсем немного, вот прям капельку на каждую ноготь, наношу капельку вот этого крема и втираю в кутикулу. Великолепно смягчает. Великолепно. Потому что, ну, знаете, сейчас очень сильно кожа на руках портится от грязи, ну, от огородных дел, конечно. Вот. И я очень часто и руки смазываю кремом, и, кстати, он и руки хорошо смягчает. Вот когда совсем уже, знаете, чувствую, вот, ну, сухая кожа на руках. Вот. Вот этот крем очень меня спасает. Очень. А вот кутикулу я попробовала смазывать. Ну, для меня это просто вот открытие. Я все время какими-то маслами смазывала, специальными, а потом думаю, а зачем этими специальными маслами пользоваться, когда вот, пожалуйста, здесь кокосовое масло в составе есть, другие, в общем-то, натуральные ингредиенты. В общем, попробуйте, у кого такая мазь есть, или крем, вот, попробуйте действительно смазывать сухую кожу. И все, и великолепно работает. Да. Напомню, что я покупала на Валберес, а есть еще этот крем на Озоне. Я вам ссылочку внизу под видео оставлю, он еще и на Озоне продается. Я же заявление подавала на загранпаспорт, потому что он у меня закончился, и у Вадима закончился. В общем, надо делать новые паспорта. И думаю, пока, пока есть время, надо делать. А то потом приспичит куда-нибудь поехать в отпуск, а у нас паспорта нет. В общем, мы ездили же фотографироваться, нам сделали фотку. Я даже не стала их просить, чтобы они мне в печатном виде ее сделали. Я говорю, мне скиньте только на флешку, мне больше ничего не надо. Вот, скинули они фото. Я загрузила на госуслугах. Нормально фото, не забраковали. В общем, наши фото подошли. А там заполняется заявление, нужно указать свою деятельность за последние 10 лет. И вот здесь, значит, у мужа проблем не было, все хорошо. А у меня там проблемки возникли, потому что до 2015 года я числилась как индивидуальный предприниматель. И, в общем, там кое-где я сделала ошибку. Ну, не те даты написала, в общем-то. Я написала там, в каком году вообще я была зарегистрирована предпринимателем. А им это не надо. Им нужно за последние 10 лет. И, в общем-то, а я в документах рылась, эту дату искала. Думаю, какого же числа-то я была внесена в госреестр предпринимателей. В общем, оказалось, это не надо. Я просто поставила май 2011 года. Вот, потому что это как раз минус 10 лет. Вот с этой даты, оказывается, нужно свою деятельность там описывать. Где работала, кем, адреса и так далее. Ну, в общем, ничего страшного. Мне на следующий же день пришел отказ в принятии заявления. Мне указали на ошибку. И главное на госуслугах. Исправить заявление нельзя. Его можно только удалить и подать заново. Да, нет такой функции исправления. Исправлять можно только на стадии черновика. Поэтому пришлось заново все писать. Вот, в общем, отправила. Ну, хорошо, что они ответ быстро дают. Буквально на следующий день. Я прям боялась получить этот ответ. Думаю, ну все. Думаю, если, в общем-то, опять неправильно, я уже не знаю, что исправлять. Уже у меня Вадим говорит, ну что, пойдем проконсультируемся в МФЦ. На стойке регистрации они, в принципе, дают консультацию. Можно будет спросить, как правильно заполнить какой-то пункт. Ну, в общем, слава богу, не пришлось. В общем, все, одобрили наши документы, заявления и попросили записаться, значит, чтобы сдать отпечатки пальцев, сделать цифровую фотографию. Потому что в сам паспорт другая пойдет фотография. Не ту, которую загружаем мы на госуслугах. Вот, а совсем там другая какая-то такая фотография хитрая. Которую они делают сами там у себя. Ну и все. И, в общем-то, я записалась на определенное число. И мы с мужем пойдем, значит, сдавать пальчики, так скажем, биометрию. Вот, ну без этого никуда. Конечно, я не любительница вот эти пальчики где-то свои там оставлять. Ну, а что делать? Ну, ничего не сделаешь. Такие требования. Вот, а кто не хочет сдавать пальчики, вы можете на пять лет сделать паспорт. Вот. Но, но, в некоторые страны, в общем-то, говорят, что с такими старыми паспортами могут уже и не пустить. По крайней мере, нам так сказали. Поэтому лучше всего иметь современный вот такой вот паспорт, который делают сейчас вот на 10 лет. Тогда у таможенников не возникнет к вам никаких претензий, так скажем, с таким паспортом. Вот. Ну и все. И, в общем-то, видимо, сам паспорт сделают очень быстро. Мне кажется, сейчас даже народу никого нет за этими паспортами, все сидят дома. Вот. Нет, мы тоже сидим дома. Но паспорта, в общем-то, мы, конечно, хотим сделать заранее. Вот. Ну, в общем-то, когда получу, я вам покажу. Да, и вопрос, а куда вы хотите ехать? Ой, куда я хочу, там еще пока закрыто. Не пускают. Вообще-то, ситуация с этими странами какая-то, мне кажется, даже, может быть, надуманная. Не знаю. Вот во всех странах, которые сейчас закрыты, полно наших. Фил, обязательно когтями шкрябать, да? Вот мешать мне. А наяривает. А вот наяривает когтями. Вот так вот. Шумит. Я вот смотрю блогеров. И на Бали они живут. И в Индии они живут. И, в общем-то, все нормально. И причем как-то они таким хитрым образом попадают в эти страны. Вот. И, конечно, сейчас им там хорошо, потому что нет людей. Нет людей. Нет столпотворения. Цены упали там на еду, на жилье. Все дешево. Ну, потому что нет туристов во многих странах. Вот такие дела. Хочется отдохнуть. С прошлой поездки уже два года прошло. Представляете, как летит время. Вот. Последний раз мы вернулись же из Занзибара. И у меня такое ощущение, что, наверное, если бы мы куда-нибудь съездили, бы отдохнули, набрались бы сил, витамина Д, то, наверное, мы бы не так сильно, может быть, болели, а может, и вообще бы не заболели. Вот почему-то мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Просто вот эти вот поездки, а к морю особенно, в какие-то экзотические страны, они столько дают положительной энергии, что, в общем-то, знаете, ни одна хворь потом не цепляется. Честное слово. Кстати, напишите, а вот кто вообще собирается в отпуск, ну, может, не совсем в ближайшее время, да, когда, может быть, что-нибудь так поутихнет, вот эта вот вся ситуация с ковидом, если она вообще когда-нибудь утихнет. Напишите вообще, в какие страны вы собираетесь. Анжела, и вы напишите. Моя постоянная зрительница тоже, кстати, получила паспорт недавно, с чем я поздравляю, да, Анжела долго с ним мучилась. Наконец он у нее есть. Вот, Анжела, а вы куда собираетесь? Тоже напишите, будет очень интересно. Ну, по крайней мере, мечтаете. Может, не собираетесь, а мечтаете куда. Ну, а вообще, как бы, вот, мы с мужем даже вот из тех стран, которые сейчас открыты, рванули бы. Или на Кубу, потому что мы там не были ни разу. Ну, далеко лететь, блин. Без бизнес-класса будет тяжело в самолете, честно говоря. Вот сколько сейчас стоит бизнес-класс, я не представляю даже. Вот, но я не узнавала. Вот, ну, или на Мальдивы бы рванули. Ну, вообще, на Мальдивы, говорят, эти тесты требуют, там, чуть ли не тест по 100 долларов стоит на одного человека. Представляете, тест сдать. За одну минуту тебе этот тест возьмут, а заплатишь 100 долларов за человека. Ну, потому что другого пути нет, поэтому на Мальдивы гнут высокие цены за вот эти тесты. Причем при выезде их тоже надо сдавать. При въезде их требуют, и при выезде их еще требуют. Ну, по-моему, так. У нас на улице плохая погода, я сегодня занимаюсь, в общем-то, в зимнем саду кое-какими делами. Я вымыла окно. Причем вымыла с той стороны и с этой. Пришлось купить щетку, такую обычную, на длинной ручке. Не стала доставать пароочиститель. Обычно я пароочистителем мою окна, но мне сегодня всего лишь одно окно надо было помыть. Поэтому из-за него я не стала доставать и морочить голову, как говорится. Здесь не было цветов вообще. Здесь была рассада. Сейчас я рассаду уже уношу в теплицу, но пока не всю перенесла. Поэтому прежде чем ставить на окно цветы, как бы на постоянное место, я поэтому и решила сначала вымыть окно, когда все будет чистенько. Вымыла подоконник, все как положено, с отбеливающими средствами. Вымыла батареи под окном сразу. Это я люблю делать. А не так, что здесь помыла, а здесь не помыла. Я мою сразу все. У меня вот только полы грязные еще пока остались. Вот. Опустела у меня вот эта стойка. Я с нее сняла все цветы сюда, потому что из-за рассады мне пришлось комнатное растение в общем-то расставлять по всей комнате. Сейчас у меня все здесь, теперь на местах. Я здесь все полила, подкормила. Ну, здесь кое-что у меня на укоренении еще стоит. Не некоторые, а большинство цветов я еще не пересаживала. Нужно будет пересаживать, но делать это мне приятнее на улице. В общем, летом в каких-то перерывах от садовых работ я буду пересаживать цветы или где-то добавлять землю свежего. Вот у меня, смотрите, декабрист решил цвести. Вот он, смотрите, беленький. Засвел во внеурочное время. Уже весна, а он, видите ли, он, смотрите, бутоны пустил. И у меня есть подозрение, почему он зацвел. Он стоял первоначально с орхидеями на одном окне. Я вам сейчас покажу. И когда я орхидеи обрабатывала спреем специально для цветения орхидей, я его тоже брызгала. На него попадало вот это удобрение. И мне кажется, что какое-то влияние оно оказало на него. Он начал завязывать бутоны. То есть появились вот такие бутончики, и он распустился. Это растение молодое, в общем-то. Оно у меня цвело. По-моему, в позапрошлом году единичные были бутоны. В прошлом году в пролете оно оказалось не зацвело почему-то. А сейчас, смотрите, бутончики. В общем, я не знаю, но у меня действительно подозрение на это удобрение. Так, крассандра вот она. Кто-то спрашивал, как у вас крассандра поживает. Вот она. Она у меня такая, знаете, общипанная вся. Почему? Потому что вот здесь было много побегов. Я их отщипнула и начала укоренять. И, к сожалению, она не укоренилась. Поэтому вот она у меня такая вот голенькая. Я не знаю вообще, в чем дело. Надо, конечно, погуглить. Но я укореняла вот так, как фуксию в стаканчиках под пакетом. Вернее, в пакете. Вообще не укоренилась. То есть черенки сдохли, в общем-то. Я буду пробовать еще укоренять. Сейчас она отцветет. И я попробую еще разок. Ну и как-то я вам обещала показать свои орхидеи. В общем, знаете, хочу у вас попросить прощения. У меня здесь немножко бардачок. Почему? Потому что вот этим окном я буду на днях заниматься. Я буду все отсюда убирать. И, соответственно, я буду все орхидеи приводить в порядок. То есть, видите, поддоны грязные. Я вот это дело не люблю. Я поддоны у орхидеи всегда промываю. А сейчас они пока грязные. В общем, я этим окном не занимаюсь. Поэтому у меня здесь вот бордельера такой небольшой. Так, хочу прокомментировать. Значит, смотрите. В данный момент цветут, конечно, у меня мало орхидеи. Но вот одна, она как невеста. Я просто восхищаюсь. Я ее поставила на передний план. И вот, посмотрите, сейчас все бутоны распустились. Я все ждала, когда она полностью распустится. Это просто огромнейшие цветы. В два ряда. Огромная. Вот моя ладонь, да, и вот цветок. Посмотрите, какая красивая орхидея. Я напомню, я покупала эту орхидею. Уцененную, списанную. Я сейчас не помню. Здесь у меня, по-моему, все орхидеи такие. Или по 100 рублей я покупала в садовом центре Дарвин когда-то. Я вам показывала даже видео. Какие-то орхидеи я за 350 покупала. В пятерочке я покупала орхидеи. Вот. В общем-то, у меня здесь, как сказать, ни одной нормальной орхидеи-то купленной нет. Они все вот из уценки. Вот. Ну и, конечно, какие-то хуже цветут, какие-то лучше. Ну, по-моему, парочку погибли. Ну, вот, что остались, вот они цветут. Смотрите. Значит, эту я вам показала. Причем, так, вот от нее стебель. И вот посмотрите, какие лопухи. Вот. Очень жесткие листья. Прям жесткие-жесткие. Муж говорит, я удивляюсь, как вообще такие листья у орхидеи. Во-первых, и большие. Вот. И очень плотные. Корни очень хорошие. Так. Далее. Цветет вот такая орхидея. Я, знаете, не коллекционер орхидеи. Поэтому я вам сейчас название говорить не буду. Я, честно говоря, и не знаю. Мне как бы все равно, как называется орхидея. Если бы я была там профессиональным коллекционером, да, то я бы знала. Вот. А так, конечно, нет. Вот мне нравится вот эта орхидея. И все. Я, как говорится, ей любуюсь. Вот. Котлею как-то я вам обещала все показать. У нее зародился бутон. Вот где-то вот там. И он усох. В общем, не хватило, видимо, селенок распуститься. Так что котлеи тоже хорошо себя чувствуют. Вот видите. Вон у нее ростики новые появляются. В общем, с ней все нормально. Главное ее не залить. Вот что. Вот. Ну, вот мини-орхидейка у меня отцвела. И почему-то очень быстро увяли бутончики. Вот этот тоже расцвел и начинает уже увядать. В общем, что-то, видимо, ей не нравится. Но там вот несколько розеток. При пересадке, конечно, может быть, даже надо будет отделить розеточку. Так. И что еще? Вот такая орхидея цветет. Вот она. Тоже уже все бутоны распустились. Ну, довольно крупная орхидея. Красивая. Мне она очень нравится. Такого темно-розового цвета. Очень красивая орхидея. Так, далее. Что еще? А, она была сильно поражена, кстати, мучнистым червецом. Очень сильно. И от поражения этим червецом даже, вот видите, скрутился лист. И он даже не хочет разворачиваться. Вот он скрученный. Как бы я ни пыталась, но он всегда скручивается. В общем-то, я червеца извела. Да, как говорится, очень долго, конечно, я его изводила, истребляла. Вот. Ну, у меня получилось. Сейчас никаких вредителей нет на орхидеях. Корни очень мощные. Корни, конечно, уже лезут вон куда. При возможности нужно эти корешки, конечно, опускать в почву, чтобы было дополнительное питание. Но я не могу согнуть некоторые корешки, иначе они сломаются. Они просто, вот видите, торчат в разные стороны. Вот орхидея набирает бутончик тоже. Вот они, бутоны. Тоже будет свистеть. Вот такого цвета. Так, ну и все. И вот здесь вот пошел побег. Вот он. Цвет я не знаю. Когда распустится, я вам тогда покажу. И вот еще здесь вроде бы. Ну, вот такие орхидейки. И вот эта детка выросла на стебле после обработки циткининовой пастой. Это уже у меня вторая розетка. Первую я сильно залила. Кстати, она у меня погибла. Она была примерно вот такая. Но, может, чуть побольше. Вот. И что еще хочу сказать. Помните, я показывала вам вот этот спрей. Спрей для цветения орхидеи. Я его покупала на Валберес. Да, вот отметочка стоит, этикетка. На Валберес покупала. Купила я, конечно, его дороговато. Его можно взять дешевле. И я этим спреем начала брызгать орхидеи свои. Просто опрыскивайте все. И буквально через несколько дней я заметила пожелтение листьев на орхидеях. Я связала это вот с этим спреем. С обработкой спрея. В общем-то, я, конечно, перепугалась. Я думала, что я или обожгла листья, или что случилось. Я не знаю. Такого у меня никогда не было. Причем у всех орхидей сразу какая-то желтизна появилась. И даже на некоторых орхидеях, знаете, пожелтел лист. Начал желтеть резко. Нижний лист, что мне пришлось его просто удалять. И теперь я этим спреем пользуюсь очень аккуратно. И я, значит, прежде чем опрыснуть этим спреем, вот, всегда простой водой прохожусь по растениям. Вот, сначала опрыскиваю простой водой, такой горячеватой даже, я сказала бы. И уже по влажному листу я начинаю вот этот спрей распылять. Его уже у меня осталось немного, в принципе. Ну, в общем, это я для чего говорю? Чтобы вы были аккуратны. Вдруг вы тоже такой спрей купите. Ну, сейчас много спреев для орхидеи. Есть других фирм, других производителей. Но просто вот я вам своим опытом делюсь. Значит, первоначально опрыскиваем водичкой. Вот, как бы подстраховаться-то надо. А потом только опрыскиваем растения спреем. Сам по себе спрей замечательный, конечно. Действие я его вижу. Потому что сразу вот листья такие становятся очень жесткие, крепкие. Вот. Ну, и вот можно им сжечь. Да. Так, ну вот. Вроде бы это то, что я вам хотела показать. Субтитры сделал DimaTorzok